В основном люди просто даже не читают, у нас в принципе иногда в бизнес-планах отсутствуют вообще какие-то простые книжные показатели, то есть в любом случае, то, что я говорил, всегда надо готовиться, всегда надо готовиться и любой процесс, то есть процесс бизнес-планирования, процесс запроса, формирования бизнес-документации, это ровно такой же процесс, как разработка, как дизайн, как тестирование, это тоже целый отдельный процесс. И опять же для тех, кто находится вот в рамках стартапа, те, кто встает на путь предпринимательства, они находятся в самых тяжелых условиях, потому что вы в своем потенциальном бизнесе и разработчик, и директор, и маркетинг-директор, и операционист, и многие даже еще и бухгалтера, и юристы, то есть человек-оркестр, это тяжело, и соответственно, ну, есть люди, которые как бы справляются, справляются успешно. Вот. И процессуальная незрелость проекта, это очень часто проекты подаются исключительно на бумаге. Смотрите, есть совершенно, то есть многие вещи, которые я вот сейчас уже дальше буду говорить, ну, ребята, это так и есть, то есть вы можете это воспринимать как там неправильно, несправедливо, еще как-то, но это суровая действительность, но так и есть. Если у человека нет возможности сделать там элементарный веб-сайт, заплатить за хвостин, да, то ему, наверное, не надо, ну, не надо пока что заниматься бизнесом, да, ему надо, то есть это, мы не говорим о стартовом капитале, но если ты не можешь там, грубо говоря, где-то на земле уделить две-три тысячи долларов для того, чтобы сделать MVP, то, наверное, надо идти на работу, зарабатывать деньги и потом только приходить к реализации проекта. То есть сырые проекты, которые просто, то есть до реализации, это гипотеза, это не проект даже. Вот в гипотезы не вкладывают деньги. Ну, бывают там некоторые организации, которые открывают там, ну, те, кто, те, кто действительно готов развивать, они не развивают гипотезу. Так. Смотрите. Есть у нас стандартные ошибки, то есть это вот прям у нас идет, как бы, каждая из этих ошибок. Я взял вот, ну, самые такие, скажем так, причины, причины развала, причины отказа, да, то есть и на самом деле в этих ошибках кроется не только причина отказа самого там инвестора, да, или там инвестиционной организации, а и в принципе из-за этих же ошибок проект валится. То есть вернемся к тому, что я говорил в начале, задача инвестиционной организации денег как раз-таки дать, а не не дать. Вот. И если кто-то уже со стороны увидел, да, то есть там уже сидят аналитики, да, то есть там уже сидит, как бы, определенный коллектив, который, во-первых, имеет опыт, как бы, запускает и наращивание проектов, во-вторых, и имеют даже и опыт входа и выхода из проектов. И реально смотрят на вещи уже на старте. И здесь мы говорим о чем, что если одна из вот таких вот вещей не проработана, да, то есть это первое, то есть самое главное это процессинг, то есть как бы процедурная часть проекта. Мы будем дальше, я не буду сейчас приводить пример. То есть мы буквально после этого слайда как раз об этом поговорим прям вот очень-очень даже конкретно. То есть в общем нужно не только анализировать сам проект, не только анализировать то, что происходит внутри конкретного процесса одного или двух, которые обслуживают проект, а анализировать и проект на рынке, и тех потребителей, тех клиентов, которые, грубо говоря, для которых этот проект сделан. То есть их нужды, их потребности, вот то, что мы и дальше переходим, это недостаточный глубокий анализ рынка. То есть у нас почему-то не принято анализировать рынки. То есть себестоимости какие-то там, средневзвешенные цены, люди, ну, все что угодно, как бы анализируют, кроме, грубо говоря, тех ценностей, которые реально присутствуют у вашей целевой аудитории. Если мы говорим о клиент-ориентированности вообще в целом, то надо запомнить один такой простой вот принцип. Да, вот прям основа основ. Бизнес вы делаете не для себя. Бизнес вы делаете не для инвестора. Вы делаете бизнес для вашего клиента. То есть чем лучше вы знаете своего клиента, это основа для того, чтобы, то есть, грубо говоря, если вы презентуете проект, не единожды я видел, и все такие кейсы были успешными, когда люди начинают презентацию проекта не с этого, а вот у меня вот так оно работает, вот тут мы зарабатываем, там куча каких-то непонятных процессов сразу описано. А человек описывает портрет своего клиента. Он встает, и первое, что он делает, он говорит, это проект для тех, кто. Потому что у них раз, у них два, у них три, я это проверил так, так и так. То есть это уже показатель того, это надо сделать обязательно, даже не для инвестора, а для себя. Это то, на чем вы потом будете строить KPI, то, на чем вы будете строить все этапы реализации, то есть анализ потребностей клиентов, он в том числе помогает и этапность проекта, этапность запуска сделать максимально верной, максимально эффективной. Вот. И тоже почему-то у нас не принято анализировать риски. Это прям вообще боль болезненная. Приходят люди, показывают прекрасную модель, да, то есть там таких вот тепличных условий, что вот мы запустились, конкуренты не нападают, ковида нету, там, все, все у нас прекрасно. Потом бам-бам-бам, три-четыре, как бы, внешних факторов, и они убивают проект просто на запуск. Отдельно вообще сам по себе риск-менеджмент, это очень, как бы, такая серьезная штука, и как раз вот хеджинговые финансовые организации, они, в принципе, ну, они хеджами, поэтому и называют. То есть это как раз организации, которые зарабатывают свои деньги на том, то есть на менеджменте рисков. То есть по большому счету, вы знаете, я даже, наверное, за последний год я не видел ни одного проекта, ни одного проекта, в котором инвестору, допустим, бы показали, что мы, кроме того, что мы глотим, там, выпрашиваем мои деньги в свой собственный проект, мы, допустим, там разместим, там, в каких-то ценных бумагах или еще что-то. То есть элементарно подстрахуемся, что где-то, если проект не добивает свои финансовые показатели, у нас будет еще один независимый внешний источник заработка. Или там, допустим, пакетные, вот как часто делают, предлагают пакетную инвестицию, да, то есть когда тебе говорится первое, вы можете вложиться конкретно к нам, но вот будут вот такие вот прогнозируемые результаты. Либо мы увеличиваем инвестиции и покупаем, допустим, вот сервисную компанию, там, я вот уже прям пока что, пока вам говорил, я передумал даже по поводу, а то у нас так, это могильная презентация получится, мы кроме факапов еще и разберем вот хороший успешный проект, который вот буквально, в принципе, на глазах, и то есть какой-то best practice тоже попробуем как бы сегодня рассмотреть. Вот, поэтому без, без правильных, правильного дизайна процесса, без анализа клиента и без риск-мереджмента вообще даже просто, ну, то есть не принимаются такие проекты никогда. Вот, причем смысл в том, что это тоже вам нужно. Секунду, тут вопрос поступил. Марина, можно попросить вас, потому что у меня на экране висят эти самые презентации, я смотрю, хотя нет, сейчас, у меня не деда. Да-да-да, я могу зачитать, но я бы предложила попозже чуть-чуть. Да-да, ребята, вопросы? Да, я их зачитаю. Да, вопросы, кстати, приветствуются, поэтому если что-то по ходу возникает, прописывайте, прописывайте их и будем, будем, как бы, будем обсуждать. Я, то есть, я максимально даже бы посвятил сейчас вот остаток времени. Вот, итак, допустим, то, что мы с вами говорили о процессе, да, то есть те кейсы, которые попадались, допустим, на рассмотрение к нам. То есть, вот пришел человек, в принципе, с готовым маркетплейсом. То есть, маркетплейс, который реально написан, работает, и с точки зрения каких-то внутренних механизмов, он даже технически лучше, продвинутый. Он, допустим, работает уже, человек предлагает возможность рассчитываться в крипте, в какой-то криптопроцессинг, ну, вот прям все хорошо. Но маркетплейс был посвящен продуктам питания, то есть это, типа, некая, там, такая вот платформа, где собираются производители разнообразных эко-продуктов, могут директом продавать эти продукты некому пользователю, да, который в этом заинтересован, хочет этот продукт максимально удобно купить. И вот все бы было бы хорошо, но вот ребята не оценили одну простую вещь, что в данном случае, там, где они, то есть тот процесс, который они обслуживают, состоит не только из принятия электронного заказа и, допустим, оплаты, да, за продукт, а у них еще довольно сильная логистическая составляющая, потому что если это продукты натуральные, они требуют, там, соблюдения холодовой цепи и так далее, то есть у них это было просто не проработано. И, соответственно, весь бизнес-план от одного процесса, который они забыли, который они не рассмотрели, не учли, как он будет работать, то есть мы потом в Excel вставили просто еще одну колоночку со стоимостью логистических услуг, и экономика поехала, ну, просто глубоко-глубоко туда, в минусовую плоску, вот, то есть внимательно всегда нужно оценивать то, что вокруг, да, то есть по большому счету доставка, которая, скорее всего, должна быть, там, либо на горбу клиента, либо на горбу производителя, но она должна быть реализована. Если это не реализовано, это потом становится проблемой, которая просто убивает, допустим, проект. Вот простые вещи совершенно, но когда люди вот такой вот приносят, да, то есть получается, и там человек бегает, он у нас был, он был там в ряде других организаций, то есть его все стоят, то есть он не исправляет, понимаете, да, то есть как бы человеку показывают, говорят, вот у тебя там проблема, с этим согласны практически все, кто видел этот проект. И, соответственно, ну, человек, вместо того, чтобы проявить гибкость, он проявляет упорство, как бы, то есть нет, вот все плохие, все ничего не понимают, я один умный, и, соответственно, ну, месяцев, наверное, 9 уже там, вот бегает или 10, ну, вот так, вот такой вот результат. Хорошего результата не будет. Второе, второй момент, что научитесь в криптосреде, в криптосреде, очень много проектов, которые сделаны по принципу пирамиды. То есть заработок одних пользователей формируется за счет вложений в других пользователей. Там выдаются какие-то сумасшедшие комиссии, там, с этого всего остального. Вот нужно эти проекты делать, то есть в этих проектах есть там какие-то чернушные там инвестиционные площадки, но ничего хорошего, вот такие крипто-проектов, она начинается прежде всего с анализа проекта на принципы его пирамидности, потому что не скамящихся пирамид не бывает. То есть пирамида всегда заскаливается, никто не будет вкладывать в пирамиду. Вот. И еще один у нас такой вот был простой пример, как раз это больше про процессин, это больше про, скажем так, про оценку вот своих сервисных возможностей и тех возможностей, которые иногда проект не реализуемый объективно. У нас приходил человек и предлагал реализовать платформу, которая позволит конвертить криптовалюту, да, то есть там 4 основных криптовалюты, сразу для покупки, прямой покупки в самых крупных онлайн-магазинах. То есть для Украины это отрабатывался онлайн-магазин Marketplace Розетка. Это самый крупный, самый крутой магазин в Украине по покрытию, по количеству клиентов, по суммам продаж, по всему. В России предлагался, ну это, кстати, не знаю, кто че аналог, там не помню, кто раньше появился, но в России предлагался в работу Wildberries и Azov. Человек потратил ему время, то есть реально, вот хороший, вообще все очень круто. Но, но, уперлись в то, что юридически, юридически на территории не только СНГ, на территории Европы тоже это реализовать нельзя. То есть это изначально входит в поле зрения налоговых органов, то есть получается люди как бы за нематериальные активы по закону получают, ну то есть как бы реализовывают эти нематериальные активы в некие материальные ценности, не оплачивая при этом никаких налогов, не декларируя деньги. То есть я не знаю, как там происходит непосредственно там в отдельных странах и в Европе, но в целом в Европе действует такая организация, как и все, это глобальный финансовый мониторинг, который заставляет людей отчитываться не только при покупке, там не только следить за тем, чтобы налоги и непосредственно в сделках платились, а еще и в принципе происхождение денег. И вот здесь вот с криптой пока что проблемы. То есть кто, кстати, кто будет анализировать, кто будет для себя, для своих проектов использовать, очень рекомендую в юридических аспектах анализировать. То есть сейчас очень модно там типа Эстония, там еще что-то, но вообще нет, вообще нет. То есть там это все презумпция и на самом деле нет никаких реальных интеграций криптовалют. На сегодняшний день самая развита с юридической точки зрения юридица, которая может обслуживать какие-то валютные платежи, процессы, там есть дорогой процессинг, но он есть, это Мальта. Вот, там да, то есть и все юристы признания английского языка, то есть это, опять же, ничего сложного нигде нет. То есть вы должны для себя понимать, что если вы напишите, то знаете, как мы вначале говорили, надо делать. То есть не сделаешь, ничего не будет точно. Если вы напишите, да, там к кому-нибудь регистратору на Мальте, один вас пошлет, может быть, скажет, ой, сори, у меня там нет времени, до свидания. Но второй, третий вам всегда ответят, клиенты нужны всем. Вот всегда примеряйте любую рубашку на себя, да, то есть вам нужны клиенты для вашего бизнеса. Вот этому юристу, который там с вас возьмет там 10-20-50 долларов за консультацию, тоже нужны клиенты. Поэтому вы как клиент всегда пишите, лучше лишний раз, лишний раз кого-то нагрузите, лучше лишний раз кого-то попросите сделать, ну, скажем, вы поняли, да, то есть лишнюю какую-то работу, потратьте лишние там 10-20-30-50 долларов на какой-то консультативный сервис, но получите точный ответ, потому что все вопросы, все вопросы, в частности у инвесторов, они такие же, как вы должны сами задавать себе при разработке проектов. Ничего сверхъестественного, ни на одной питчинг-сессии, ни на одном рассмотрении, ни на кого-то. То есть, если ответа на вопрос нет, это значит, что на этапе проектирования вы этот вопрос сами себе просто не задали. Вот. И, кстати, в таких случаях лучше, ну, допустим, как раз, лучше уже и, ну, чтобы не потерять возможность, всегда надо смотреть. Если ответа на вопрос нет, ему не надо выдумывать. Надо просто сказать, что давайте мы перенесем, нам надо, допустим, две недели, и через две недели мы еще раз увидимся. Это более правильная, скажем так, постановка вопроса. Вот. И в целом, в целом проходят проекты максимально прикладные, да, то есть если у проекта есть какая-то натуральная ценность, то есть если ваш проект сделан таким образом, что он решает конкретные, не придуманные, а конкретные насущные потребности, он однозначно будет актуален и будет рассмотрен. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Да, супер. А нет, хотелось бы немножко более позитивного и, да, и переходить потихонечку к ребятам. Да. О хорошем. Вот, потому что мы разобрали, как все плохо, да, и как, ну, реально это порт, честно вам скажу, потому что проходимость, проходимость, мы общаемся там с рядом тоже там инвестиционных компаний и в СЛГ, и за рубежом, у всех проходимость где-то полтора процента, потому что, ну, 98 с половиной процентов, просто какой-то полет мыслей такой космического масштаба, и, как говорил один известный русский писатель, не говорил, а писал космической же глупости. Вот. Поэтому в целом, в целом, вот как пример, да, такого вот четкой прикладухи пришли у нас ребята, которые писали мессенджер. То есть, как казалось бы, очередной мессенджер там, фу-фу-фу. Нет. Они начали с того, что они сделали намного более... Знаешь, из-за этого, вот, it's just because of the people like this person. Nothing wrong with this person, I'm just saying. Just because the people like this person, I don't want to be officially part of any kind of business story that is official. I just want to play, and I'm playing. And that makes me feel like I can't play, and something is off. У нас есть там пару платных, пару бесплатных клиентов. Ну, вот, пожалуйста, они мне его поставили, этот мессенджер, говорят, вот, попробуйте, давайте наш митап проведем как бы на нашу мессенджер. Все, ребятки, заканчиваем. При этом, при этом, вы в бизнес-плане, вот то, что мы говорили сейчас, там, о хеджировании, да, там, о всех вот этих... Мы поняли. Они сразу указали, что есть компания телекоммуникационная, которая намного уже, но уже есть реализованное решение. И вам нравится. То есть... Пожалуйста, камеры на секундочку отключите, мы включим. Попросик. Вот и все. Потеряли они меня.